Место действия – 16-е школа время. Раннее утро. Четверг. Урок русского языка проходит в обычном режиме, однако через мгновение учебный процесс приостановит тревожный звонок. Так, ребята, к этим журналом пойдёшь впереди. Мы сейчас откроемся и ждём, и ждём сигнала. К счастью, произошла не настоящая чрезвычайная ситуация, а всего лишь её имитация. Традиционно в начале учебного года все образовательные учреждения республики единовременно проходят плановые учения. Основная цель данной тренировки – это выработка навыков у преподавательского состава, у руководящего состава образовательных учреждений, технического персонала, непосредственно учащихся, приёмом проведения экстренной эвакуации, зданий и сооружений при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера. По сценарию учебной эвакуации в 16-й школе в одном из кабинетов произошло задымление. В короткие сроки информация о случившемся поступила директору. Далее действует по уже отработанной схеме – спасение людей, вызов службы экстренного реагирования. Я считаю, что учения прошли сегодня хорошо, слаженно, и было всё организовано. То есть организовано. В течение двух-трёх минут все учащиеся школы были эвакуированы. Была дана установка, что у нас произошло задымление в диспетчерской, поэтому техническим работникам тоже было дано, то есть звену пожаротушения была дана установка, где они должны быть, в каком кабинете что произошло. В 16-й школе обучается 24 класса. В короткие сроки всех детей эвакуировали подальше от мнимой опасности. Плановые учения в образовательных учреждениях города проходят дважды в год – начале сентября и конце мая. Анна Денисова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.